Всем привет! Трассация начинается, где-то еще 3-4 подождем, остальных и начнем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Не все видно, не все слышно. Хорошо, начнем. Итак, вкратце о Ruby on Rails. Что это такое, в чем плюсы и в чем преимущество именно Rails разработчика. Итак, Ruby on Rails это фреймворк для разработки веб-приложений по сути любой сложности. Эт фреймворк один из первых, кто ввел такой паттерн как convention of configuration или согласование над конфигурацией. Что это означает? То, что есть определенный свод правил, которые придумали сами разработчики, и этот свод автоматически создает, допустим, некий набор методов, некий набор классов. Есть там правила номинования, как классов, файлов и так далее. Что же это дает в итоге? Это очень сильно ускоряет производительность разработчика и сам процесс разработки ускоряет. Ну, к примеру, если вы четко знаете, допустим, ассоциации, да, там, у юзера, у модели юзера есть куча постов, то так и пишите, допустим, user has many, допустим, posts. Ну, это стало настолько популярной штукой, потому что многие другие фреймворки уже тоже к себе переняли. Например, там, из мира Java, там, Spring это себе взял, Maven из мира PHP, это Laravel, тоже многие вещи меня перенял из Rubenrails. Третьим пунктом Rubenrails есть свой стандартный стэк. В целом, эта система языка самого Ruby, она больше всего построена именно под этот фреймворк. И вам нужно всего лишь его выучить, и все. По сути, никаких таких альтернатив нет. Это, опять-таки, есть свои плюсы, есть свои минусы. Давайте произведем из плюсов то, что почти любой гем или библиотека, они так или иначе работают с Rubenrails. И нет такого, допустим, что, ну, например, как в мире PHP, где там есть UE и есть Laravel, например, когда одна библиотека написана под UE, и она не запустится под Laravel, или наоборот. Поэтому в Rubenrails почти все гемы и библиотеки так или иначе поддерживают фреймворк, и они постерилизованы, можно найти под любую сдачу, титульную библиотеку или гем. Почему Rubenrails становится более-более популярным? Во-первых, это можно назвать так фреймворк стартапов, IT-компаний, потому что очень высокая скорость разработки. Ну, к примеру, обычный рельсовик, он где-то в 2-3 раза точно быстрее, чем разработчик Java. Ну, это связано с самим языком в Ruby, так слабо типизированной, там очень много своих оперов, своих фишек таких, которые позволяют писать меньше кода и тем самым сам быстрее реализовывать те или иные фичи. Например, у компаний, да, которые разрабатывают продукты, то же самое, Netflix, Twitter, Airbnb, GitHub и тоже Groupon. В основном, как это происходит, компания, многие эти стартапы начинают реализовывать на Rubenrails, выпускают свою VIP-шку, начинают там первые продажи, привлекают потом инвестиции и где надо, допустим, у Rubenrails есть, допустим, минусы, он не всегда достаточно производительный, иногда бывает потребляет больше памяти. И такие узкие места после поднятия инвестиций компании, как правило, переписывает он уже на более производительный язык, то есть это нормально. Так как высокая производительность фреймворка и разработчики Rails производят, ну, как сказать, у них производительность намного выше, соответственно, у них и зарплата средняя выше. Я привел, допустим, ссылки на Glassdoor, и средне видно то, что Rubenrails разработчик, он получает на 20% больше, чем, допустим, разработчик на Jungle или на JS, ну, там, если не ошибаюсь, среднее по западному рынку это 90 тысяч в год, даже начинает обычный инженер-разработчик. В плане трудоустройства даже в Казахстане Rubenrails набирают популярность, ну, к примеру, в Казахстане две компании, основные это Топки Зет и Тенгри Банк. Сейчас, извиняюсь, у нас, как раз, задержка есть, и сейчас, в Солите посмотрит. Ну, допустим, Топки Зет это клининговый сервис, который предоставляет там клининговые услуги для компаний, если он для частных лиц, раньше они это делали, и Тенгри Банк, они разрабатывают свой интернет-банкинг именно на Rubenrails, и в итоге у них идет продуктивность очень хорошая. Также есть куча предложений от российских компаний, они предлагают хорошие условия на удаленной, ну, по удаленной работе, там, если зайдете в мой круг или в Headhunter, то вы можете увидеть там много предложений. Почему он тоже популярен, опять-таки, сейчас там идет достаточно хороший, хороший развитие стартапа индустрии и аутсорсинговой индустрии, поэтому тоже в России это становится более-более популярным. Компания, те же американские, из Германии, допустим, на востоке, там, Австралия, Сингапур, то, как я сказал, это выбор этих компаний, поэтому можно получить достаточно хорошие заказы, или вот эту стоянку, тут устроится как удаленно, так и с релокацией. Вот, если вы посмотрите на Сакурфоу или Крайк-листе, то там достаточно много предложений по трудоустройству с поддержкой визы, и некоторые даже предлагают там хороший пакет для переезда. Если говорить про удаленку, то и западные компании, то, как правило, это есть, ну, несколько площадок, наверное, самая известная среди фрилансеров – это Upwork. Ну, честно говоря, я на ней только зарегистрировал, ни разу не работал. Почему? Потому что раньше мне приходилось, я не хотел допинговать очень сильно, так как там некоторые разработчики предлагают достаточно низкие цены. И Upwork ввел какие-то правила, и сейчас берет, по-моему, очень большие комиссии, если там заказ маленький. В общем, честно говоря, я, судя по вызову, мне не очень понравилось даже. Есть такая площадка TopTel, в чем плюс ее в том, что, как правило, вы сами устанавливаете свой рейд, вы сами выбираете клиентов, у вас нет никаких, по сути, головотников, там, с оплатой, как он будет переводить деньги, никто с вас не берет никакие комиссии. То есть вы указали, условно, там, например, 50 долларов в час, вы конкретно получите 50 долларов в час. Там очень гибкие условия по работе. Хотите, допустим, full day, это 8 часов в день. Хотите по тайм работать, это 4 часа в день, или там по часовой плат работы. Никто там не ставит, никакие всякие там скринеры, или там камеры, как, по-моему, делают на опорке и кроссовере. То есть, на самом деле, очень хорошие условия труда. Но, чтобы туда попасть, вам нужно пройти 4 собеседования. Ну и в целом, поэтому там говорят, что там всего, что они там топ-3%. Что за 4 собеседования? Первое – это проверка английского языка. То есть, там буквально 15-20 минут с вами созвониться по скайпу. И просто говорят, там, расскажите о себе, какой у вас опыт работы, и там, в принципе, сколько хотите получать. Второе – собеседование. Это больше алгоритмика. Как правило, там, на хакерам, по-моему, отправляют, или кодилити, точно не помню. Вам отправляют ссылку, там, должны решить 3 алгоритмические задачи, там, как правило, первое – простая, второе – средняя сложность, и третье – там, очень сложная. Но достаточно набрать всего лишь 100 баллов из 300, и чтобы пройти этот этап. И третий этап – это лайфкодинг. То есть, вы созваниваете себя там по скайпу, расшарите свой экран, и уже выполняете под наблюдением решать какую-то задачу. Ну, как правило, там, тоже похоже на алгоритмическую, только в разы проще, и там, нет каких-то времени там по сложности и по использованию памяти. И четвертый этап – если вы, там, веб-разработчик, то вам нужно разработать API какой-то и single page application клиента. В принципе, если у вас есть достаточно хороший опыт разработки, ну, условно, там, и есть опыт разработки таких приложений, то это не будет никаких проблем для вас. Третья площадка – это кроссовер. В чем ее плюс? Там очень хороший рейд. К примеру, там, есть позиции, там, разработчику, там, 50 долларов в час, если там чуть послабее, ну, так правило, 50 долларов в час, ну, 50 долларов в час, это я объясню, это где-то среднее 85 тысяч долларов в месяц. Если послабее, там позиции, там есть и 35, по-моему, и 30 долларов в час. Там пройти, ну, по-моему, всего 2 или 3 то есть обеседование, одно тестирование, это сделать тестовое приложение, тестовое проект, и там просто поговорить, рассказать уже себе. В чем минусы? То, что вы себе устанавливаете, там, программу, которая будет каждые 10 минут делать скриншоты, делать фотографии по видеокамере, и, ну, если честно, мне не понравился этот опыт. Почему? Потому что я люблю как-то, ну, более свободно работать и когда есть больше доверия именно к своим сотрудникам. И, конечно, очень известная площадка WeWork Remotely. Она, по-моему, создалась, как вышла книга DHH, это один из авторов Рубин Рейлса, Remote, то есть работаем без офиса. Там вы можете найти кучу вакансий, там тоже из разных стран. Ну, там, конечно, кажетям компания свои процессы, как они отбирают. Ну, в общем, там можно идти к хорошей работе. Извиняюсь. Вот перспективы переезда в другие страны. Я знаю, что многие разработчики хотят думать о переезде. Ну, давайте еще раз пойдем все по странам где-то популярно. Рубин Рейлс, это Россия. Почему? Потому что там есть, как говорил, свои стартапы, есть несколько ассорсинговых компаний, допустим, взаимарсиане, стартапов, это, допустим, спор, инстамарт, и еще там, честно говоря, уже не помню. Украина, это, как правило, больше ассорсинговые компании, и они краски работают на запад, поэтому даже в Украине там, ну, можно найти вакансию на 4-5 тысяч евро, ну, и, соответственно, с их налогами, то есть там считается хороший заработок очень. Прошу прощения, есть также, ну, понятно, в западе, в поле западной страны, это Германия, основной в Берлине, почему? Потому что Берлин, это, можно сказать, европейская Гремневая долина, она в Сан-Франциско, и сейчас там очень много этих компаний появляется, и, соответственно, конечно, и нужны разработчики на рубе и рейлс. Израиль, США, Канада, ну, там все это понятно, потому что все страны сейчас хорошо развивают эти стартапы свои. Заработок бывают разные. Ну, сколько я внимательно слышал, даже, по-моему, в России можно найти вакансию от 4 тысяч евро в месяц. То есть, рубистов очень мало относительно других специально, других языков программирования. Почему? Потому что порог хода, как в Рубе, так и в Рубе рейлс достаточно высокий. И спрос достаточно большой, продолжений мало, поэтому и готовы платить достаточно хорошие деньги за такого специалиста. и точно в Киеве даже знаю, когда говорят о своем среднем зарплате 200-300 евро в месяц, то сниженные разработчики рейлс могут получать 5 тысяч евро. Достаточно такой бум IT-образования, потому что очень многие хотят перейти на или хотят стать программистами. Что для этого нужно? В принципе, самое главное понимать, что выучив просто язык или какой-то фреймворк, вы не становитесь автоматом москоплачен, специалистом. Нужно в принципе понимать основу программирования, функциональное проектирование, там, Solid, всякие паттерны проектирования. Нужно понимать и знать в чем плюсы и в чем минусы структуры данных и немного алгоритмики, поэтому я здесь не написал. Потому что в целом разработчик должен это знать. И когда у вас есть понимание в целом разработки, у вас появляется такой хороший инструмент, как пробием рейлс, с помощью которого вы все это разрабатываете очень быстро. И поэтому нужно тоже свой инструмент знать хорошо. Так как у рейлс там есть достаточно объем инструментов и всех освоить, приходится потратить для этого времени. И сейчас тренд такой в целом на субтскиллы. То есть это умение работы в команде, это управление проектами, это как коммуницировать с людьми, с вашими коллегами. и теперь подскажите, слышно, видно. да, бывает такое, что с интернетом проблема. Прошу прощения. Подскажите, у кого-нибудь есть вопросы по карьере в группе разработчика, по вакансиям, по развитию и так далее. если нет, тогда сейчас Ирина Ким расскажет про школу и наши курсы по Руби и Рубин Рейлс. Спасибо всем. Даже если у вас появились вопросы, появятся вопросы позже, по мере того, как я буду говорить, пишите их и в конце игре обязательно ответить. Вы у нас были на базовом, да, Азиху-Азиху. Я вот вас по никнейму не узнаю. Ну хорошо, сейчас давайте мы перейдем дальше по слайдам и потом мы в конце вернемся к вашим комментариям и вопросам. Итак, Игорь, Игорь, как переключать слайды здесь? Нет, не переключаю. Сейчас пока мы ждем, кто вернется, кто у нас покинул во время нашей паузы. Сейчас я вам пока немножечко расскажу, кому подойдет этот курс по Ruby и Ruby on Rails. Это курс годовой. Это не так все просто. Он годовой. И кому же он подойдет? Если вы только входите в веб-разработку и вы не знаете, какой язык выбрать в качестве первого языка, мы вам рекомендуем начать с Ruby, потому что не зря его называют достаточно таким лаконичным, красивым, изящным языком, который отлично подходит в качестве первого языка для того, чтобы войти в веб-разработку, для того, чтобы начать программировать. Если вы уже являетесь программистом и у вас базовый уровень знаний, то для вас это тоже отличный вход дальше для развития карьеры и IT-специалистам, которые хотят начать работать в веб-разработке, в сфере веб-разработки, потому что сам курс, мы называем его годовым, он от нуля до уровня джуниор-специалиста вы доходите за год. Фактически наши преподаватели говорят, что когда вы заканчиваете наш второй модуль, то есть обучение, у вас уже знания метла, но из-за того, что у вас недостаточно практики, мы называем вас джуниор-специалистами и вы устраиваетесь в бизнес, устраиваетесь на работу в качестве джуниор-специалиста, за которым нужен пригляд более старшего ментора, более старшего товарища, скажем так. Вот, поэтому если вы в какой-то из этих категорий, да, вы новичок совсем в веб-разработке, вы программист, который имеет какой-то базовый уровень знаний, вы в принципе такой около-айтишный человек, который хочет начать заниматься веб-разработкой, этот курс подойдет для вас. Теперь я хочу немножко рассказать о нашей школе программирования ВОЛ-77, потому что Игорь вам рассказал о том, что такое руби, почему нужно стать рубистом сейчас, да, пока еще есть время, пока еще тренды только-только по руби доходят в Казахстан, и где же этому научиться. Научиться этому вы можете в школе программирования ВОЛ-77, потому что здесь на самом деле ключевым фактором является человек, является личность. Мы нашли классного преподавателя по руби, и это очень важно, потому что сам язык, информация о языке, она есть в открытом доступе, это вообще такой проект open source, его можно найти в открытом доступе везде. Но если вы просто знаете информацию, вы просто достаточно эрудированный человек. Для того, чтобы начать работать на этом языке, вам нужна не столько информация, сколько мышления программиста, сколько опыт программиста, который уже этот путь прошел, и мы нашли такого человека, которого привезли аж из Санкт-Петербурга, для того, чтобы он свой лучший опыт мог передать вам. Его зовут Дмитрий Сумской, я позже немножко еще расскажу о нем, мы вернемся к нему. В 20 веке, возможно, было модно и было даже похвально учиться самостоятельно каким-то навыкам, но 21 век это совсем другие скорости, совсем другой темп, и здесь на самом деле учиться самостоятельно это очень долго, и скорее всего, когда вы закончите свое самостоятельное обучение, ваши знания будут уже неактуальны. менторы помогают вам пройти этот путь быстрее, короче, с лучшим результатом. Поэтому, почему мы? Потому что мы нашли классного специалиста, который может вас обучить Руби. В нашей программе предусмотрена такая вещь, как домашнее задание, которое всегда будет немножко сложнее, немножко интереснее, с какими-то такими подвывертами, для того, чтобы вы могли показать то, чему вы научились на занятии. Потому что занятия проходят онлайн и оффлайн, мы тоже позже вернемся к этому. И то, что еще отвечает наша школа и другие школы программирования, мы прокачиваем ваши софт-скиллы. Потому что, как говорят сейчас, нанимают по хард-скиллам, то есть нанимают по вашему умению программировать, а увольняют по софт-скиллам. увольняют, потому что вы не сработались в команде, вы не сработались с тем лидом, и это стало причиной того, что вас просто убирают из проекта. Я недавно разговаривала с одним руководителем отдела в Билане, и я его спросила, если перед вами стоят два человека, один из них классный спец, но как человек, так себе, а второй, может быть, не очень хороший пока специалист, но он умеет работать в команде, кого вы, скорее всего, возьмете. Он сказал, что все зависит от конечной цели, но если говорить об общей какой-то ситуации, то, скорее всего, я возьму человека, с которым приятно общаться, и который хочет работать, но даже если у него не хватает каких-то навыков, эти навыки мы можем прокачать. Поэтому развитие софт-скиллов для развития карьеры программиста это очень важно, это то, над чем мы работаем в нашей школе. Как проходит наше обучение? Вы смотрите уроки, уроки у нас все проходят онлайн и оффлайн, вы смотрите уроки, там записана теория, то есть на самом занятии время с преподавателем мы не тратим на изучение теории. И чем это еще хорошо? Тем, что теоретическое видео вы можете просматривать миллионы раз. То есть если вы теорию услышали на уроке, то вы не вернете преподавателя, не сможете его перекрутить. Видео вы можете перекручивать миллионы раз, можете останавливать каждые 15-20 секунд, пересматривать, гуглить и, в общем, таким образом усваивать теорию. Делайте домашнее задание, получайте обратную связь от нашего преподавателя, от Димы лично. Затем вы приходите на оффлайн-занятия, которые проходят два раза в неделю и закрепляете пройденный материал на практических заданиях. И каждый модуль, а у нас их два, заканчивается вашей дипломной работой. После первого модуля вы с Дмитрием создадите свой телеграм-бот и опишку для телеграма. После второго модуля вы создадите свою социальную сеть и сможете реализовать все те функции, которые сейчас есть в современных соцсетях. И, в общем-то, это тот набор скиллов, которые нужны сейчас джуниору на казахстанском рынке для того, чтобы, ну, как бы, претендовать на работу в бизнесах в Казахстане. Для Руби у нас есть особое предложение, немножко терпения, и я вам сейчас о нем расскажу. Итак, сам преподаватель Дмитрий Сумской. Ну, видите, вот программисты, они вот такие, вот вся информация, вся моя биография в двух строчках проекта Sound Service VXIO и формат обучения Bladed Learn. Все, все, что вы можете прочитать. Но я расскажу вам о Диме немножко больше. Диме 25 лет. Как я уже говорила, мы пригласили его из Санкт-Петербурга именно потому, что он отличный специалист. Мы пригласили его сначала для того, чтобы он работал в проекте Игоря Кима Рабарин как рубист, потому что он очень хороший, талантливый рубист. И потом мы поняли, что его экспертизу, его опыт мы можем передавать вам. Мы можем передавать здесь студентам, которые желают изучать Руби. И Дима разработал курс, чудесный, отличный курс по Руби. Как сам Дима говорит, такого курса в Казахстане нет. И мы, на самом деле, мы гордимся этим, что такого курса в Казахстане нет. Если вы зайдете на наш сайт, на страничку Руби, вы можете почитать, что о Диме говорят его студенты, которые уже выпустились. Или которые еще продолжают у него обучение. Я сама, мне самой, как бы, довелось работать с Димой в январе этого года, когда мы запускали базовый курс. Ну, соответственно, Дима запускал техническую часть, да, он записывал курсы. Я больше, как бы, по организационной части. Но, на самом деле, самые лучшие, самые приятные впечатления человек, который выполняет свои, ну, как бы, данные обещания, который знает, как выстраивать процессы и идти по этим процессам, и вести за собой людей по этим процессам. Очень ответственный, к слову сказать, он закончил инвеструктуру с красным дипломом. Ну, то есть, на самом деле, это о чем-то может говорить. Я думаю, что, когда вы познакомитесь сами с Димой, вы тоже будете приятно удивлены его компетенцией, его человеческими качествами, его ответственностью, его умению, как бы, доводить до результата каждого своего студента. В каких компаниях работают выпускники нашей школы? Сбербанк, Биометрия Киезет, ну, Сбербанк, мне, как бы, много не нужно об этом говорить. Биометрия Киезет это стартап, организованный одним из наших преподавателей школы, которые, как бы, используя элементы искусственного интеллекта, они распознают личность по лицу, по изображению, по фотографии, то есть, как бы, идентифицируют личность. Это, как правило, используют у нас в Казахстане финансовые компании, которые имеют дело с выдачей кредитов и так далее. BTS Digital, Home Credit Bank, и вчера мы договорились о сотрудничестве с Tengri Bank, который сказал нам, что всех ваших рубистов, студентов, которые закончат через год курс руби, Tengri Bank готов пригласить к себе на работу. И это, на самом деле, классная новость. То есть, вы понимаете, что, если вы работаете, то для вас практически, вернее, учитесь у нас, для вас практически трудоустройство стопроцентно гарантировано, потому что Tengri Bank нуждается в наших специалистов. И, как говорил Игорь, на рынке Казахстана предложение по руби специалистам еще достаточно маленькое, а спрос уже достаточно большой. И сейчас, вот именно сейчас отличное время войти в эту нишу, и когда уже руби будет достаточно популярным языком в Казахстане, вы к тому моменту уже будете не джуниорами, а медлами, сеньорами, и вы будете предлагать свои услуги рынку дороже, намного дороже, продавать себя свои услуги. Это одни из наших выпускниц, Назира Алия, наша гордость школы. Назира пришла в школу не имея вообще никакого IT-бэкграунда, то есть она не занималась нигде, не училась ни в каких физматах, не занималась никогда программированием. Она была финансовым аналитиком в Сбербанке, и однажды она узнала от своих друзей программистов, сколько они получают, и для нее это было таким триггером, по которому она решила, все, я хочу научиться программированию. Она пришла к нам в школу, и первое время у нее было такое ощущение, что она не тянет, что у нее не получается. в этот момент ментор ее Азамат Галимжанов в то время поддержал ее, сказал, у тебя все отлично получается, у тебя все хорошо, продолжай. И она просто ободрена его словами, она решила закончить курс до конца, и уже в середине обучения ее Сбербанк берет к себе обратно программистом, не просто финансовым аналитиком, программистом с повышением зарплаты. И когда она заканчивает наше обучение, она уже переходит, меняет работу уже со вторичным повышением зарплаты. Это еще одна причина, по которой ментор очень важен. И Алия, девушка, у нее был технический бэкграунд, она что-то изучала, и Игорь взял ее к себе в компанию в Робарин уже после первого модуля, то есть она просто изучила Руби, и уже Игорь увидел в ней потенциал и пригласил ее работать и параллельно дальше изучать Руби Анрейлс. То есть все эти истории они реальны. И с Назирой мы будем на этой неделе записывать видео, которое будет доступно на нашем YouTube-канале, вы сможете посмотреть, вдохновиться ее историей. И Назира обычная молодая женщина, мама двоих детей, которая захотела просто что-то изменить в своей жизни, и у нее получилось. И это все-таки тоже причина, по которой очень важен ментор, очень важен человек, который вас ведет, потому что если вы изучаете программирование самостоятельно, вы где-то себя пожалеете, вы сдуетесь, вы забросите, у вас обязательно появятся другие какие-то интересы, но когда есть человек рядом, который вас может поддержать, подсказать и повести, вы получите абсолютно другой результат. Что вы получаете после обучения в нашей школе? Вы умеете разрабатывать любые веб-приложения, то есть Ruby это настолько универсальный язык, что практически в веб-разработке нет таких задач, которые Ruby не может решать. Вы будете уметь настраивать сервер и деплоить приложения, то есть разворачивать приложения на серверы так, чтобы они уже все работали и достигали какой-то конечной своей цели, для которой вы писали. Вы будете уметь писать красивый понятный код. Что это означает? С самого начала, когда вы начнете программирование, вы должны понимать, что вы код пишете не для себя. Код это не ваша собственность, код это не ваша территория. Код это то место, куда может зайти любой человек, посмотреть ваш тим-лид, ваш старший товарищ, ваши пиры, то есть те люди, такие же джуниоры, как вы, они могут посмотреть ваш код и вы должны быть к этому готовы, они могут дать вам свою обратную связь по коду. И если у вас в коде полная неразбериха, то конечно сделать это будет очень сложно, дать вам какие-то рекомендации. Поэтому код нужно писать чисто, красиво и понятно, и это то, чему учит в нашей школе, и это чему Дмитрий учит отлично, то есть он справляется с этим на ура. это очень важный навык, которым должен обладать современный программист. Вопрос, который может быть вы очень-очень долго ждали, когда же на него будет ответ весь этот вебинар, сколько я буду получать после того, как закончу обучение. Зарплата после 6 месяцев, начала того, как вы начали свою карьеру как джуниор, вы можете рассчитывать на зарплату 200-250 тысяч тенге. Более того, в тех проектах, в которых вы будете работать, по мере реализации каких-то решений, когда ваш тимлид или менеджер проекта, когда собственник проекта видит, что вы справляете задачи, каждые 3-4 месяца вы можете подходить и законно просить пересмотр зарплаты, и в зависимости от того, как вы росли, какие новые навыки вы приобрели за время работы в проекте, возможно, что вашу зарплату пересмотрят, и на самом деле, как Игорь говорил, у рубистов зарплаты сильно отличаются от зарплат других программистов, потому что спрос большой, предложение пока еще небольшое, и сейчас самое время войти в эту нишу и начать работать, для того, чтобы через год, через два вы уже могли получать достойную зарплату. и еще один важный момент, который тоже касается денег и сколько же это все стоит, да, смотрите, информация на слайде очень сухая, руби, мы изучаем, сам язык программирования 4 месяца, он стоит 55 тысяч тенге, а руби он рейлз, его фреймворк, мы изучаем 8 месяцев, он стоит 75 тысяч тенге в месяц, и того, год обучения в нашей школе профессии руби, программиста руби от нуля до джуниор разработчика стоимость 800-810 тысяч тенге. Дорого возникает у вас первая мысль, да, но я вам хочу сказать, что в эту стоимость у нас ходит обучение самому языку программирования непосредственно, да, так называемый hard skills, но мы также даем лекции и обучаем вас soft skill то есть мы обучаем вас умению работать в команде, коммуникабельности, как давать правильно обратную связь, как ее получать, как на нее реагировать, как ревьюить код, да, изучать код и как давать свои рекомендации по коду, как ставить цели в проектах, как эти цели достигать, адаптивность, гибкость, как уметь презентовать свои проекты и так далее, то есть вот этим всем вещам мы тоже вас в течение этого года учим и мы даем вам английский язык от уровня А1 до уровня Б2, Б2 это уже как бы преинтермедиат, такой стабильный, хороший преинтермедиат, это значит, что у вас будет хороший разговорный английский язык, которым вы можете пользоваться, если вы попадете в иностранный проект, где вся работа будет вестись на английском языке. И два раза в год у нас для наших студентов будет бесплатная сессия с профессиональным психологом по развитию эмоционального интеллекта. То есть на самом деле школа программирования ВОЛ-77 готовит не просто программиста Руби, а мы готовим человека, готового работать в проекте, как часть команды, и более того, работать в иностранном проекте, если вам удастся туда попасть, а это уже как бы зависит во многом от вас. Но, чтобы сделать эту цену еще более ценной для вас и привлекательной, я вам предлагаю сделать вот что. Сейчас ребята оставят вам ссылку в чате на страницу нашего базового курса. Вы скажете, при чем здесь базовый курс? Все-таки мы же говорим про Руби. Дело в том, что даже если вы запишетесь к нам на курс Руби, мы попросим вас пройти наш базовый курс, потому что на базовом курсе мы как бы всех подводим к определенной такой, к определенному уровню, к определенной черте, с которой мы готовы вас дальше вести в течение года. И мы хотим быть уверены, что эта база у вас есть. Даже если вы говорите, ой, я разбираюсь в программировании, я раньше изучал, иногда бывает, что в течение курса вдруг возникают вопросы, что такое HTML, а что такое CSS, я не знаю, что такое front-end, бэк-энд, то есть какие-то базовые вещи, оказывается, ребята где-то упустили, когда занимались самообразованием. И вот базовый курс дает возможность вам эти пробелы закрыть, для того, чтобы уже дальше уверенно пойти и не отвлекаться на эти мелочи в течение курса, не отвлекать группу и преподавателя на эти мелочи. Что вам нужно сделать сейчас? Вы заходите на страницу базового курса, нажимаете кнопку оплатить, оплачиваете 15 тысяч тенге, это ровно стоимость базового курса за две недели. Там же на этой странице вы можете посмотреть, какие навыки вы будете уже уметь делать за две недели обучения, и там же вы можете посмотреть примерные работы ребят, которые вот с нуля за две недели написали свои первые сайты. То есть на самом деле базовый курс, он получился у нас вот такой, и его тоже разрабатывал Дима Сумской. Если вы это делаете в течение суток, то есть вот сейчас 20.49 в четверг, если вы это делаете до завтра, до пятницы 20.49, то эту сумму мы вам вычитаем из первого месяца оплаты руби. То есть для вас стоимость первого месяца будет не 55 тысяч тенге, а 40 тысяч тенге. Ну фактически базовый курс получается у вас будет бесплатный за то, что вы умеете принимать быстрые решения и за то, что вы умеете это делать сразу для себя, для своих целей, для достижения. Действуйте. Вот. В любом случае вы этот курс пройдете, но если вы примете решение сейчас, я надеюсь, что вам ребята уже скинули ссылку на сайт, если нет, то они сейчас это сделают и тогда получается, что базовый курс вам будет в подарок за то, что вы умеете принимать решения. Вот. И немножко уже завершая вебинар, я просто хочу вам рассказать такую историю. Я очень люблю бегать на длинные расстояния. Очень люблю бегать на длинные расстояния. И каждый день я выхожу на стадион для того, чтобы заниматься, тренироваться с тренером. Это одна из, тоже я понимаю, как бы важность работы с тренером, потому что я заметила, что те, кто со мной начинал заниматься эту зиму, сейчас я их не вижу на стадионе, просто потому, что у них нет тренера, и они себя уже пожалели, и уже давно сидят дома на диване. А мой тренер, он не дает мне возможности сидеть. Точно так же ваш ментор, он не даст вам возможности сидеть, он доведет вас до результата. Через год вы придете с классным результатом. И плюс ко всему вы устроитесь в Тенгрибанк работать джуниором. Отличная стартовая площадка для начала карьеры и веб-разработки. И второе, что я вижу на стадионе, рядом со мной занимаются дети. Им 6 лет. Маленькие дети гоняют мяч по всему полю, и тренер им кричит, решай момент, решай момент. Знаете, таким прям, таким очень строгим голосом, этим мальчишкам он кричит, решай момент. И мне очень забавно смотреть на это, наблюдать за ними, как вот мальчишка, он стоит один на один со своим мячом, и он понимает, что сейчас он должен что-то сделать, что приведет его команду либо к победе, либо к поражению. И вот эмоции, вот этот вот фокус, энергию, которую он вкладывает сейчас в это действие, и он на самом деле решает момент. Ребенок учится решать момент в 6 лет. И я уверена, что когда ему будет 20 или 30 лет, как вот большинство из вас сейчас, он будет принимать классное решение по качеству, очень здоровое, классное решение. И я вас тоже просто призываю, решайте момент. Почему? Потому что такое предложение в сотрудничестве с Тенгри-банком, со скидкой на стоимость базового курса, да, возможность через год уже стать классным специалистом по руби, по тому языку, который еще не очень популярен, но который набирает обороты в Казахстане, такое предложение мы делаем только сейчас. Следующее такое предложение мы сделаем только через год, и еще неизвестно, каким оно будет, это предложение, и еще неизвестно, какие у вас обстоятельства, как изменится через год. Год пройдет, но с каким результатом он пройдет для вас, решайте момент. Сейчас заходите на страницу базового курса, я вижу ссылку уже добавили, нажимайте кнопку оплатить, оплачивайте 15 тысяч тенге за базовый курс, получайте его бесплатно, за счет того, что мы вам сделаем перерасчет первого месяца руби, и начинайте заниматься, решайте момент. И сейчас, если у вас еще остались вопросы к Игорю или ко мне, задавайте, и мы сейчас как-то попробуем решить с компьютерами, как кто будет отвечать. Так, сколько длятся занятия? Да, ссылку смотрите, вам дали неправильно, world77.kz.base Кто, если может, перепишите, пожалуйста. И сверху, в правом углу, там есть кнопка оплатить, не думайте много, решайте момент, оплачивайте, и приходите к нам в школу. Такого курса, как у нас в Казахстане сейчас нет. Мы первые, и мы этим говорим несем. Как часто проходят занятия? Смотрите, как только вы оплачиваете, мы вам даем ссылку на базовый курс, и мы вам даем ссылку на курс по руби. Вы заходите, и можете уже начать заниматься, потому что все видео уже загружены. сами практические занятия будут проходить два раза в неделю. Это будет вторник, четверг, либо если вам четверг неудобен, там всего один день получается на занятия, вы можете договориться внутри группы, что вы будете проводить занятия вторник, пятницу, в 19.30. Само оффлайн занятие с преподавателем длится полтора часа. То есть вы в 9 часов уже будете свободны, летом в 9 часов будет чудесно весной и летом. Поэтому здесь никаких проблем у вас не будет с тем, чтобы добираться домой. Всего два раза в неделю. Отлично, ссылку дали. Ребята, переходите, решайтесь. Даже если вы решите просто пройти у нас базовый курс, это тоже здорово, потому что у вас будут отличные основы веб-разработки, а дальше вы уже решите для себя, что вы хотите делать. И 15 тысяч это такая цена. Я недавно разговаривала с одним парнем, который оставил заявку. Он сказал, классная цена. В ночной клуб за эти деньги можно сходить. Да, один раз вы можете не сходить в ночной клуб, но зато решили для себя очень важный вопрос в жизни. Так, какие еще вопросы есть у вас? Так, Игорь еще хочет рассказать немножко про Робби. Все, тогда я прощаюсь с вами, но надеюсь, что ненадолго. Надеюсь, что мы с вами увидимся 9 марта на базовом курсе. Так, еще раз прощение за технические неполадки, которые были. Давайте нам повторим вкратце про язык и чем его фишка. Так, вот так вот. задали вопрос, в чем целом Руби отличается от, не знаю, того же Пайтона, от PHP, Java и так далее. Пожалуй, первое, самое важное душе Руби и Ruby on Rails, можно сказать, неотделимые сейчас сущности, то есть по сути Ruby on Rails это самый главный веб-фреймворк под Ruby. И он полностью заточен только под веб. Да, там, конечно, есть библиотеки Machine Learning, другие искусственные интеллекты, но самый главный упор именно под веб-разработку. С помощью Ruby on Rails можешь разработать все полностью приложения, без всяких условно реактов, Vue.js и так далее с обычным jQuery и там есть такая библиотека UGS и при том самом, что будет как будто приложение Single-Patch Application. Допустим, возьмем Django, да, сейчас принят такой стек, что Django просто реализовываете API, вы не используете шаблоны, темплейты и какой-то JS Framework View Angular или React немножко как фронт-эндовая часть. В Rails все это полностью готова экосистема. Rails один из первых ввел такое понятие как Convention of Configuration либо согласование над настройкой или конфигурацией, то есть есть какие-то согласованные наименование классов, наименование методов, наименование фабрик и так далее и это очень сильно ускоряет разработку. Да, сейчас, допустим, Laravel тоже взял такую штуку, ну, допустим, или Yui, они взяли себе это именно из мира Rails. Но как бы Rails это первопроводитель, а во-вторых есть главная фишка то, что вся эта система построена от Rails и у вас не будет такого, как допустим, какой-то пакет работает под Yui, но не работает под Laravel либо наоборот под Laravel и не работает. То есть если вы заточен ходите под разработку, то на самом деле Rails идеальный инструмент. По поводу вакансии в Headhunter и мало вы найдете. Как на казахстанском, так и на российском. Почему? Потому что, во-первых, честно говоря, как я в собственной компании Рабарин, я пытался найти Headhunter и это для меня было бесполезно. Поэтому сейчас вакансии публикуются в Telegram чатах, допустим, тоже мой круг, он более популярен сейчас. И именно для рельсовиков раньше был Ruby Jobs сайт. То есть в принципе на Headhunter вы мало найдете вакансии. Допустим, сейчас в Томингри банка большая потребность разработчиков, но вы нигде не найдете вакансию. Тут вопрос на то, что на Headhunter не найдешь рубиста. подводные камни если учить по учебнику или по гайду, который на сайте, допустим, Ruby on Rails, то там не описаны как раз таки best practices. К примеру, там в Ruby есть тоже глобальные переменные, не особо хорошо расписано, например, как делать структуру проекта вашего, когда нужно, когда не нужно использовать метапрограммирование, хотя все это он поддерживает. Раньше у Ruby был большой недостаток, версии 1.8, когда интерпретатор MRI был медленнее. сейчас он с каждой версии все быстрее и быстрее, то есть когда основатель языка мац второй версии он объявил, что будет разрабатывать Ruby 3, то сказал, что Ruby будет в 3 раза быстрее, чем Ruby 2. К этому уже подходит. И сейчас он Ruby потребляет меньше памяти, быстрее работает, очень много классов и всяких ненужных методов, хелперов и так далее, они все уже удаляются. из-за языка. Хороший вопрос, чем сейчас наши курсы и других онлайн курсов, есть банальная книжка, есть книжка и есть гайд по Ruby Rails. На самом деле, мы даже думаем выложить все наши лекции в онлайн доступ бесплатно. Почему? Потому что это не та ценность, которую мы даем на курсах. самая важная ценность наших менторов. То есть, допустим, можно задачу одну и ту же по разному реализовать, да? Ментор именно скажет, как правильно. Когда вы делаете request, он делает код-ревью и скажет, ребят, здесь это не трушно делать, лучше реализовать вот так, с этим подходом. Ну, самое главное в этом. И самая важная часть наших курсов это делать домашние задания. Именно там вы прокачиваетесь. Почему? Потому что на лекциях там словно Дима расскажет вам например, что такое модели, там покажет просеечные запросы, там какие-то ассоциации. А уже домашние задания задания будут сложнее, чем гуглить, где-то там сакалфлоу почитать. И таким образом вы прокачиваетесь еще больше. И скажу честно, сакалфлоу не всегда дает оптимальное решение. И мы на это сейчас обращаем внимание. Ну, и рассказываем, почему это неправильно. То есть вся наша ценность курсов именно ментори и проверки домашек. По поводу Ubuntu, да, сейчас Ruby работает даже на Windows. Ну, Ubuntu это понятно, все продакшены, все продакшен сервера, они как правило на Linux и даже на Mac. Разработка обычно идет на Mac. Ну, если нет, то на Ubuntu. Ну, на Windows, честно скажу, почти никто не разрабатывает. Уже как-то исторически сжилось. Почему? Потому что там почти нету поддержки всех библиотек необходимых. Там, допустим, нет парсера хорошего XML. И допустим, то же самое Ruby on Rails по-моему, с натяжкой запускается. В общем, Windows никому не рекомендую. Mac и Ubuntu это да. Есть продвинутые курсы для джунов по ROR. Тут сложный вопрос. Почему? Потому что самое главное понять вначале, какой уровень у джуна. Может, ему и не нужны уже курсы. То есть джунет и мидл условно это понятие растяжимое. Я знаю, что наши выпускники по сути, даже под кассанским меркам это примедует точно. Потому что они знают все именно по разработке. Что такое WebSocket, что такое ActiveJob, ActiveStorage, чем плюсы и минусы, ActiveStorage или когда лучше то же самое Paperclip использовать. Допустим, семь способов рефакторинга толстых моделей. Когда используют сервис обжик, когда лучше интеракторы и тут очень много вопросов, которые мы покрываем и начальник уже понять, а что сейчас знает человек и какой у него сейчас уровень. Поэтому пока блин, ты курс для джуннов лучше на обычных пор записаться. Я уже третью. Еще какие-нибудь вопросы? Если так тоже по курсу говорить, мы более того даже будем скидывать ссылки на где-то другие курсы, где там бесплатные, что почитать, что еще может послушать, чтобы еще прокачаться. для Алматы чем сообщество рубительцев хорошо, то, что мы друг друга практически в лесо знаем. У нас небольшой относительный телеграм-канал и периодически даже в рамках школы создаем митапы проводим, дальше какие-то мини-конференции, в прошлом году проводили. Так что всегда добро пожаловать. Как раз таки с нуля хуже всего по практике показывает звучать Java или C++. Почему что там достаточно сложное понятие с новой сразу такая чутка ООП запустить банально консольное приложение в этом плане конечно Python и Ruby они гораздо легче в освоении потому что слабо типизированные языки также есть в принципе все проще запускается не нужно ничего компилировать и так далее поэтому если нет опыта работы то Ruby и Python они проще заходят поэтому даже помню в университетах ввели Python изучение Python потому что он проще чем Java как находить вакансии как я сказал там есть смотря куда вы хотите если вы закончите наш курс по Ruby то в Казахстане вам точно работа обеспечена вам закончат курс если хотите на России то это уже мой круг и допустим нужно сервить сами сайты компании там 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 точно есть вакансии инстамарт или инстакарт там тоже можете найти в разделе вакансии раньше был сайт RubyJobson уже будет проверить если он значит или нет ну тоже если мы как бы в рамках школы мы гарантируем то что если вы закончите наши курсы то мы сто процентов трудостроим вас потому что мы почему уверены смотрим наших выпускников их качество мы знаем спрос какой есть кому нужны рубисты и мы знаем как подготовить ребят для работы то есть это наше обещание Брэмбо Санжар я говорил что в HeadHunter мало вакансий если они вообще есть потому что трудно найти как мне как компании трудно найти рубиста поэтому я не размещаю свои вакансии все просто я как-то год-два назад искал рубиста и мне пришло с чем-то резюме резюме и честно говоря я разочаровался в этом возможно удаленно хорошая особенно в Казахстане есть свои плюсы и минусы конечно давайте если говорить про руби то основ удаленка проще всего это найти в России потому что там есть ассортимка компании там есть стартапы которые согласны там взять даже ребят сразу с своим поясом и при этом хорошо плачивать в плане западных компаний там сложнее начинается во-первых потому что нам нужен английский язык во-вторых не все конечно знают Казахстан все спрашивают где это и видят что там часовой пояс отличается допустим в этом плане украина нам более конкурентоспособна потому что у них суть в Германии практически по-моему один часовой пояс но если вы хороший разработчик то с проблемами найти я допустим работаю с компаниями сан-франциско это чтобы понимали 14 часов разница с ними и компания согласна со мной работать почему потому что во-первых нехватка кадров хороших кадров хороших рубистов второе сейчас в принципе уже многие компании имеют работать уделенно скажу сразу не все имеют компании нужно свои бизнес процессы менять но уже многие умеют так идем дальше по вопросам так во время обучения суски вырезан эти про скрам троги манифесты в принципе рассказом про скрам как это работает почему это хорошо почему раньше использовали тофлоу или по тезе грубо говоря а сейчас все больше и больше компаний переходит от этого разыграем там покер клейнинг разыграем обычный спринт как его формировать стендап все понятно тут все просто как мы даем мы делаем мы рамка курса делаем проект это не знаю там условно инстаграм свой или Airbnb и с каждым уроком ваша домашка будет именно связана с вашим проектом и вы будете делать ковр-квесты делать код-ревью на них в итоге ваш выпускной выпускный проект это и есть результат всех ваших домашек вы кстати в чем тоже плюс то что вы все это будете на гитхап выкладывать и потенциальный работодатель может посмотреть на примеры вашего кода это хорошее портфолио и это помогает при трудоустройстве по эмоциональному интеллекту да занятие оффлайне это преподаватель психолог если не ошибаюсь за курс будет два занятия опять-таки почему это важно чтобы понимать ну допустим это все разуме со скиллом нужно понимать как сделать так вот ревью чтобы человека не обидеть и при этом показать то что его код не очень хороший допустим можно написать чувак ты мудак как ты мог такой код написать понятно что будут конфликты а можно написать ну этот код можно оптимизировать так-то так-то сделать свое предложение и все будет отлично то есть взаимоотношения команде будет хорошее через сколько месяцев обучения можно искать работу тут все зависит от вас то есть мы точно гарантируем что через год уже точно можно искать вы найдете ее а так допустим Алия которая работает в раборении она очень талантливая была и мы ее взяли через 3 месяца то есть все зависит от вас кстати да даже сейчас хорошо партнеримся с ангербанком они будут давать нам свои задания и если вы будете хорошо их выполнять то они без проблем сказать что заберут вас еще во время прохождения курсов еще какие-нибудь вопросы есть сколько времени нужно посвящать на изучение языка в течение года в среднем давайте так вначале конечно будет поменьше там простые темы тут больше такая идет синсоиды вначале просто потом уже будет мозг ломать на ООП что такое циклы как все это работает потом будут массивы там все начнет полегче потом начнут структура данных опять все сложнее ну где-то в среднем давайте так от 8 часов в неделю до ну до 20 точно то есть будет где-то перелом именно мышления там будет самое тяжелое там главное просто не сдаться и просто пробовать 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 курс онлайн онлайн проходит здесь в офисе сейчас находимся на сетпайлове остановка они проходят вечером 7.30 в зависимости от курса и от группы то есть группы проще собираться 7 часов кому-то 8 часов 7.30 и там тоже день недели зависит именно от группы руби для романтиков честно говоря даже не читал такую книгу может из новых каких-то на русский перевести из таких книг что я порекомендовал по руби это объектно-ориентированное программирование на руби то есть в целом рассказывается про понять как SRP с и говори способ про другие соли принципы и самое важное в наших курсах это понимать что мы не учим языку программирования мы учим программировать на языке какого-то например руби то есть по сути программу можно реализовать на любом языке что на Java что на Bitone что на Rubi то самое главное понимать именно принципы сам подход к разработке можно говорю как вчера друг говорит он реализовывал поиск минимального числа из массива из 9 элементов он взял перебором 9 или 10 ифов сделал и так вернул решение решение но сами понимаете что проще циклом сделать и это неоптимально то же самое и мы учим самым главным подходом какое преимущество дает знание именно руби перед другими языками программирования как я говорил самое главное это скорость разработки то что на Java возьмет 15 10 срок часто бывает что на рубе занимается в одну строку смотрите у нас есть онлайн курс у нас уже есть успешные студенты которые закончили онлайн курс там как раз у нас вся теория в онлайне в плане онлайна тут уже где-то нужно будет списываться лично с ментором где-то с ним созваниваться и именно отвечать на вопросы вот Ирина говорит что Дима у нас записывает все сами оффлайн курсы и тоже выкладывает минималка минималка насколько я слышал 150 тысяч по зарплате по поводу математики ну давайте так вот зарплату закроем то есть нужно понимать то что когда вы только закончили курсы вам нужно показать себя и компании придется у вас складывать деньги в том числе на обучение и поэтому как правило эти компании пересматриваются на зарплату каждые полгода и то есть вполне реально то что сейчас начали 80-50 через полгода 200 уже год получается там 250 и так далее то есть рост постоянно где-то нужно ли знать математику если честно то там всякие дифуры и не знаю какие-то сложные системы не знаю там производные и так далее это не нужно надо четко понимать булевую логику на самом деле булевая логика она очень простая допустим что такое end что такое or что такое нот и так далее но это просто на самом деле ничего там сложного ну и плюс и минус умножение и деление ну понятно степеня иногда очень редко приходится там логарифмы но это и то все уже готовы за вас отличается ли цена курса онлайн офлайн это уже Ирина думала ответить на этот вопрос честно где по деньгам не отвечу у нас курс начинается 19 марта а 17 марта именно по руби 9 числа базовый вначале всем рекомендую записаться на базовый почему ну те кто заинтересован в наших курсах потому что в первых самое главное посмотрите нашу методику обучения зайдет оно не зайдет потому что может кому-то не всем так нравится может что-то не понравится да может скажете ну не моем может по времени не сможете может кто-то понимает допустим у нас были ребята которые хотели очень на курсы по пайтону и через месяц помнят что это программирование в принципе не их не заходит и краски на базовом курсе все это можете посмотреть также на базовом банально понять что такое фронтенд что такое бэкенд объясня что такое HTML CSS JS потому что у нас был парень который изучал JavaScript и через полтора месяца когда мы начали объяснять CSS ну что нужно что-то не делить он спросил что такое CSS и на базовом курсе все эти пробелы закроются что такое Git как с ним работать там как сделать банально PowerQuest это как раз все закрывается на базовом курсе и кстати как Ирина сказала те кто платит базовый курс то и пойдет на Ruby то эта стоимость там ну она засчитается при плате за Ruby курс а если оплатить течение суток еще какие вопросы пропустил вопрос про метапы в целом метапы у нас проходит планируем раз в два месяца проводить какие темы у нас были там виды сервис обжеков да там тракторы либо сейчас как же называется на ханами trailblazer там у них есть свои оперешены типа баналь сервис обжект и почему внедрили потом были темы по тестированию темы по базам данных темы я помню паша два хорошие рассказал прохожие темы чутку манады целом dry rb то есть у нас идет по Ruby и последний метап был уже про agile то есть ребята из Beeline рассказали как они внедряли как они создали отдел разработки Beeline потому что у них раньше в амсорсе было и почему это привело так что темы у нас разные добро пожаловать всегда мы рады еще какие-нибудь вопросы есть давайте минуту подождем если этих вопросов нет то завершим то это это то Продолжение следует... Ну, судя по всему, вопросов нет. Всем спасибо большое за участие. Тем, кому интересны курсы, хочу записываться. Все, всем пока.